Девушки отдыхают Побоюсь этого слова, человек, который завоевал Все возможные титулы, призы Награды, медали в мире Бобслея Чемпион Европы, чемпион мира Обладатель многочисленных олимпийских Наград, в том числе двух золотых Медалей Сочи 2014 года Александр Зубков Можно я пожму Вашу мужественную, очень сильную руку Все-таки мы не можем Не затронуть такую неприятную тему Ноябрь 2017 года Вы узнаете о том, что Решением Олимпийского, Международного Олимпийского комитета вас лишают Двух золотых медалей Сочинской Олимпиады Вы достаточно скупо комментировали этот эпизод В вашей жизни, потому что Апеллируя тем, что не было еще Мотивировочной части Прошло время В апреле, как я знаю Это документ, состоящий Из 160, по-моему 157, оказался в ваших руках Вы прочли Ну, на сегодняшний день я получил сначала в электронном виде В бумажном документе Я получил Вот сейчас мне только что сообщили Что сейчас только он пришел В бумажном официальном документе Да, я его прочтел Очень внимательно прочитал его Но я не видел ничего Основательной и доказательной базы В том, что он меня обвиняет И забирает мои медали Которые в честном, достойном борьбе И чистом спорте Я их выиграл А как вы оцениваете Что вообще МОК пошел на такой шаг И принял это решение? Ну, это только могу догадываться Это политические все события Которые связаны с нашей страной Поэтому Самый серьезный удар Это, конечно, это вооруженка И, конечно, это спорт Это две самые сильные составляющие страны Которые показывают лицо страны Любой Что Россия, что Америка Что Канада Что Европа Что Германия Это все одно целое Поэтому спорт Это тоже самая определенная война Только спортивная война Когда вы узнали о том Что МОК принял такое решение Ваша первая реакция Ваши эмоции Вы помните тот день? Ну, во-первых, я помню, да И, конечно, та реакция, которая была Я просто был не в понимании Вашей ошлаблен полностью Потому что Как такое решение Можно было вынести МОКом Со слов какого-то одного человека Которого я в лицо не знаю И не видел И до сих пор его ни разу не увидел Этот вопрос я неоднократно задавал И комиссиям Когда я был присутствовал На комиссии выезжал И когда я был уже в кассе Когда я уверенно ехал туда И думал, что он будет там Я готов был с ним задать вопросы Но, к сожалению, его опять там не было Решение то, что сейчас Да, частично оправдано И самое страшное для спортсмена Это те медали, которые он честно заработал Их забирает Все остальное это Проходящие А как эта процедура Отбора Или Как эта процедура Когда забирают у тебя медали Как она происходит Да, здрасте, Александр Зубков Да, Александр Зубков Да, я сейчас дома Приезжайте Я вам их передам Ну, на сегодняшний день Медаль находится у меня Поэтому Дальнейшие решения будут обжалованы Поэтому Сейчас материнство Сейчас получено у меня Я просмотрю с адвокатами Приму решение По каким пунктам Будем дальше действовать И все Поэтому Если касаемо проведения Олимпийской игры в Сочи То там решение Принимается организаторами И та компания Которая вела Олимпийские игры Это в лице Русада Должна принимать решение После Олимпийской игры Были правила поменены Международно-олимпийского комбета Поэтому вопрос Да Куда я должен вернуть И по каким причинам Я должен возвращать медали Я до сих пор Ни от МОКа Ни от КАСа Не получил Все, что было В материнской части Это вода Александр, а вы с кем-то Из своих коллег По цеху Даже не по российскому цеху По международному цеху Общались по поводу Того решения Которое принял МОК Все-таки Когда это решение Принималось Когда вы его Услышали Узнали Об этом решении Вы были на тот момент Уже президентом Федерации Попслея А на тот момент Безусловно У вас уже Сформировалась Такая сеть Международных контактов Было Безусловно Общение И с президентом Международной федерации И с генеральным секторем Потому что Все Имели Тот монтировочную часть Которую они получили И они Опять же Сдают вопрос Где Нарушение В какой степени Мы должны Лишить Александра Этих наград Допинга нету Функция Которая Касаемо Спортсмена Сдачи Допинг-пробы Не нарушена Но Состав Или количество Соли в мочи Увеличено По этому основанию Они предполагают Что была Манипуляция Проб Причем Здесь спортсмен Моя функция Заканчивается Когда я сдаю Допинг-офицеру Он ставит Свою подпись Что ко мне Претензий не имеет И то же самое Я пишу После этого Я не знаю Как что происходит С моими пробами Куда они едут Да я помню Тоже И после своих Турниров Подписываешь Свою часть Допинг-офицер Подписывает Свою Все А дальше Что происходит Непонятно А дальше Какие шаги Вы считаете Нужными Предпринимать Ну во первых Сейчас нужно будет Понять Почему Не снято С меня То обвинение Касаемо Что я Замешан В допинге Допинга Мои проби Нет Это уже КАС подтвердил Но на ком Основании Они считают Что я Нарушил Антидопинговые Правила Вот этот вопрос Мне достается Проблема Не задать вопрос Кому Поэтому адвокаты Сейчас изучают Дело И у нас есть 30 дней На обжалование У вас адвокаты Которые защищают Спортивном Арбитражном суде Швейцарская компания Вот я прочитаю Анна Казменко И Филипп Берч Кто их привлек К работе Как они появились В этом деле Это спортивные юристы Или Откуда вы их нашли Это швейцарская компания Это заключали договора Мы спортсмены Сами В этом направлении И двигались Они не спортивные Они Сильные юристы В площадке юриспруденции И они Входят в топ 5 или 6 Адвокатских контор В Швейцарии Ну а Кто Кто финансирует Весь этот процесс Ну Финансируют Понятно Что мы можем неофициально Оговорить Что эта поддержка есть И существует И благодаря Этой поддержке Мы дальше продвигаемся И решаем Какие-то вопросы Вы соответственно Уже закончили С любительской карьерой Занимаете пост Президента федерации Бобслия Расскажите пожалуйста Ваши функции На этом посту Ну начну с того Что я принял Федерацию Середине цикла Олимпийского Не четырехлетний цикл А получается Двухлетний цикл Второго июня 2016 года То есть полтора года Вы находитесь Ну чуть больше Да получается Срок И конечно Федерация была В развальном состоянии Были очень серьезные Финансовые проблемы Не было структуры Тренинского штаба Не было Программы Дальнейшего развития К чему мы идем На самом деле Поэтому пришлось В кратчайший срок Формировать Вопрос Тренинского штаба Формировать Самих работников Федерации Ну и конечно Те проблемные Финансовоставляющие Легги на мои плечи Которые должны были Решать кратчайший срок Ну я так понимаю Что на данный момент Бобслия Функционирует В такой системе Спортивных команд Да ЦСКА Динамо И так далее Вы сами Воспитанник Школы ЦСКА Армеец Майор Как я знаю Безусловно Да Сейчас я уже Уволенный в запас Поэтому я свою службу вынес Те решения Которые были Те задачи Которые ставились Перед клубом ЦСКА Были в полном объеме Поэтому спокойно С чистой совестью То есть вы решили завершить Да И уйти на пенсию В этом плане Но все равно Возвращаясь К системе Спортивных клубов Как я вижу Да Эта система Она дотационная Да Вы считаете Она до сих пор Спокойно функционирует И собственно И имеет место Для того Чтобы продолжать Конечно Я считаю Что это Правильное решение Те клубы Которые существуют Которые помогают Дотационно Развитие любого вида спорта Это большой прилив Тем же спортсменам Тем же регионам Тем же тренерскому штабу Который Может дополнительно Помочь Развитие этого вида Спорта Или другого вида Спорта Который Именно включен В каждый клуб Александр А вы считаете Что можно Как-то изменить Такой вид спорта Под названием Бобслей Сделать его коммерческим Например Как футбол Хоккей Вообще Какие-то шаги К этому предпринимаются Ну Чтобы сделать его коммерческим Нужна база На сегодняшний день Она единственная база В Сочи Которая загружена На 100% От 8 утра До 12 ночи Поэтому коммерческая составляющая Она может в промежутке быть И не будет массовая Потому что Когда команда уезжает Как Сани Бобслей Скелетон уезжает На Кубки мира На Кубки Европы И другие старты Тогда в этот коридор Можно иметь возможность Иметь составляющую Коммерческую составляющую Конечно у нас есть база Парамонова Которая на сегодняшний день Не полностью реализована Которую мы хотели видеть Как вторым Федеральным объектом Которым Можем было существовать И развивать И регионы И коммерческую составляющую А что мешает Ее закончить Эту базу Ну реконструкция Поэтому В прошлом году Наверное На правительстве Я выступал И докладывал Что необходимо И для чего Она необходима В первую очередь Для регионов Потому что Финансовая составляющая Которая у нас На базе Сочи Она не позволяет регионам Полноценно выезжать И готовить Спортсменов регионов Потому что нет Тех денег Которые есть В мете региональных Как вы считаете Через сколько лет Ну вот В ваших Может быть Мечтах Прогнозах Я бы даже так сказал Через какое время В России будет Огромное Ну скажем так Десять баз Которые будут Реально функционировать Сложно мне судить Конечно Это вопрос Надо относить Министерство спорта Который Получает заявки Регулярно От федерации Что необходимо Для дальнейшего развития Полноценного развития Федерации Бабслией России Потому что Мы понимаем Что построить базу Построить трассу Это одно Но содержание Это тоже Дорогое удовольствие Поэтому мы выходили Из ситуации Предлагали предложение Чтобы хотя бы Начать с разгонных стакад Ледовых разгонных стакад Которым можно Полноценно Готовить резерв Который потом уже Переходящий в сборную Молодежную И основную сборную Уже подключался На базу Именно в Сочи А как вы считаете Александр Можно ли привлечь Большой капитал Из частного сектора В ваш спорт Ну если мы сравним Европу Европейский спорт То Бабслией Очень ценится И по спонсорским Показателям Люди стоят в очереди На полный Четырехлетний цикл Они отбирают Те виды спорта Которые заинтересованы Которые смотрибельны Которые дают Тот эффект Финансовая составляющая Которые выносятся На экран телевизора Ну а что нужно сделать Чтобы это работало все В России В России нужны объекты Опять же мы возвращаемся Объекты Это я думаю Что в первую очередь Для работы со спонсорами Какие-то Прослабления для спонсоров Которые налогообложения Которые они есть Потому что Многие спонсоры Готовы Уменьшить Налоговое обложение И вложить эти налоги В спорт Ну хорошо Допустим базы Появились на территории России Допустим мы привлекли Капитал На эти трассы У нас есть и люди Которые работают И мы можем содержать Эти трассы Естественно нам нужно Привлекать молодежь Да конечно Вот ведется ли работа С молодежью И наверное Даже в большей степени С родителями Потому что именно Родители решают В какую секцию Отдавать своего ребенка Например Если возникает вопрос А давай Отдадим Бобслей Ну во первых Какие вообще перспективы У детей Перспективы Сразу прийти в бобслей Ноль Честно скажу Наш бобслей приходит Или из санного спорта Или из легкой атлетики Потому что он Возрастной спорт Можно заниматься Бобслей С 14 лет Выступать С 16 Поэтому до этого момента Должен ребенок Где-то заниматься И быть физически крепким Потому что нагрузки Очень большие Особенно в бобслей Это перегрузки От 3 до 5 же Когда спортсмен Идет в снаряде Это примерно Как полет в истребителе Поэтому Если ты не готов Физически То летят спины Задняя поверхность бедра Начинаются грыжи Шейные позвонки Вылетают Поэтому Нужно быть готовым К этому Неплохую рекламу Сделали для вашего вида Ну я честно Открыто говорю Потому что Мы когда приходят У нас ребята Они готовые приходят Ребята Поэтому мы Взаимодействуем С санным спортом Есть у них тоже Такие же нагрузки Есть физические нагрузки Которые уже Более Профессионально Можно перестроить Уже наш вид спорта Бобслей Мы практически Все пилоты На сегодняшний день Это из санного спорта Это люди Которые прошли Определенную школу От 10 лет До Кто до 15 Кто до 18 лет И после уже Перешел в наш вид спорта Это разгоняющие Это пилоты А разгоняющие Разгоняющие Это конечно Больше всего Легкая атлетика Идеально есть Как Алексей Воевода Он пришел Сам рестлинга Но у него Можно сказать Что Дал Дар такой Что он был Очень сильный И быстрый То что он Сделал И то что он делал На протяжении Других лет Вместе со мной В команде Интересно Александр А вы говорите о том Что действительно Большие очень нагрузки Ваша дочка Которая 22 года Елизавета Занимается Пошла по вашим стопам Да Занимается Бобслей Вы И отец И тренер Сложно ли Взаимодействовать Со своей же дочерью Я это не представляю Если бы я тренировал Свою же дочь Ну это конечно сложно Поэтому я В первую очередь Конечно был категорически против Что она пойдет Бобслей Потому что она занималась Санями И скелетон Это допустимо Для девочки А когда уже Я хочу Бобслей Но был против Но не мог Противоречить до последнего Потому что она сказала Я пойду и все Поэтому надо принимать решение Как обезопасить ребенка Как дать те возможные советы Которые я уже прошел Тот опыт Чтобы не нарушить Самое главное Физическое состояние Своей дочери Конечно очень сложность Где-то нельзя уже И подогнать Где-то покричать Где-то сказать В том-то Определенном тоне В котором ты говоришь Со спортсменами Ну конечно Надо очень выверенно Теперь работать Со своим учеником Со своей дочкой В одном из интервью Вы обмолвились Что Бобслей Это не женский вид спорта Из-за нагрузок Безусловно да Потому что Я понимаю Что наши девушки Наши представители Слава Аполло Девушки Они должны еще Созлить Быть семья Быть должны дети Поэтому С этой точки зрения В первую очередь Конечно Потом это Сказывается на организм И Девчонки Которые приходят Бобслей Они понимают Куда они идут Ну а после этого интервью Лиза не обиделась Ни вам не влетела Из-за этих слов Да Она продолжает заниматься Она понимает Нет Она сегодняшний день Она завершила карьеру Она сейчас Переклофицировалась Именно Обучение Потому что Она сейчас Заканчивает институт И поэтому Будет принимать решение В простую Обычную жизнь Пойдет Как все Жители нашей страны Возвращаясь К опять же Таким Достаточно Неприятным Темам К Федерации Бобслей Которую Вы возглавляете Очень Было связано С вашей деятельностью Несколько Таких Неприятных Моментов Да И я думаю Что Чего скрывать Открытое письмо Тренеров Некоторых Спортсменов По поводу Недовольства Вашей работы И о том Что нужно Все-таки Вас как-то Сместить С этого поста В чем суть Это какая-то Конкуренция Перед выборами Очередными Ну начнем С того Кто-то подписался В этом письме Те же самые Тренерские штабы У которых Спортсмены Неократно Были пойманы На допинге Которые сейчас Отстранены От работы В федерации Они работают В регионах Поэтому они Не вошли в команду Сборных Основной И молодежной сборной Те спортсмены Которые подписались Это спортсмены Которые не попали На олимпийские игры Которые Не отобрались По критериям Международной федерации Те тренера Опять же Которые кричат Которые пишут Да Есть Авторитетные люди Это олимпийские чемпионы Только Они никого не подготовили С 1987 года По сегодняшний день Вот это показали того Что мы кричим А делать мы не хотим Проблема вот в этом Хорошо По поводу этого Открытого письма Все ясно Но В этом письме Был акцент на то Что Тренеры Некоторые спортсмены Недовольны Вашей работой На посту президента федерации Но бывший Бэпслиист Алексей Головин Да Вовсе подал заявление В прокуратуру Основывая Своё заявление Тем фактом Что Вы употребляли Всё-таки допинг И как раз Употребление Этого допинга Ставит под удар Имидж Вообще Всей федерации Во-первых Если касается Алексея Головина Он Во-первых Два раза был Пойман Да И пойман Вопрос в этом И второй вопрос Что Если мы возьмём его Полностью подноготную Что происходило Почему он сейчас не работает Он не имеет права Работать даже с детьми И тренировать их Потому что у него есть статья Подсудная статья Что он Во-первых Один раз Он Избил ветерана Великой Отечественной Удерживал себя И умолял деньги Ну и Это уже Из области Какой-то фантастики Вот И сейчас Он Да У него Есть федерация Но они аккредитованные Есть в Орле Такая же Аккредитованная федерация Которая работает Есть тренерский штаб Но у него нет Он Ничем не занимается Он пытается Только вот этим письмом Им писать Я с ним встречался Мы обсуждали С ним все эти вопросы Обсуждали там Кого он там взял Спортсмена Тренировать Говорили Что Да Мы готовы Рассматривать Вы готовьте Тренируйте Но вы не имеете Права тренировать У вас Нарушение И полный Отказ Работать С детьми В более спортивной школе Мне кажется Что в любом направлении Все равно Так или иначе Задействована политика Политика такая Очень сложная Да И страшная В какой-то степени Вещь Но вы в ней Даже больше Находитесь в этом мире Политическом Дольше чем на посту Президента федерации Я все в тонкости Все позвоню Вы набираетесь Опыта Из года в год Скажите Вот морально Психологически Что сложнее Быть политиком Быть президентом федерации Отражая Постоянные атаки Со стороны Бывших Бывших компаньонов По работе Да Или все таки Быть спортсменом Заботиться О своем Бобе Полировать его Приезжать на соревнованиях И пилотировать Ну вот сейчас Психологически По стечению Всего То что я прошел Конечно самое сложное Быть руководителем федерации Политиком Спортсмен Ты сам отвечаешь за себя Твоя команда Твой блок Который ты едешь И выступаешь А здесь Нужно отрегулировать Все вопросы С регионами С министерством С Олимпийским комитетом Создать И привлечь Спонсорские контракты Федерацию Поэтому Я считаю Что руководить Намного сложно И это большой опыт Который сейчас я получаю В 2010 году Вы заявили О завершении Своей спортивной карьеры И Поступило предложение От губернатора Иркутской области Стать министром спорта И молодежной политики Вы предложение приняли Вроде бы Три месяца Продержались Ну как продержались А Работал Возглавляли Работали В этом министерстве Затем написали Отказ Да Не так было Не так было Маленько поправлю Поправляйте Я когда работал Уже министром Иркутской области Я приехал на совещание К министру Виталий Ильичу Монтко И он увидел меня В статусе Министра спорта Иркутской области И говорит Ты что сделаешь Я говорю Я здесь работаю Почему Почему ты не в спорте Я говорю Виталий Ильич Я сказал же У меня есть условия Я сказал Чтобы дальнейшая Моя карьера Продолжалась Нужно вот эти вопросы Урегулировать С людьми Которые Внутри Федерации Работают Потому что уже было Невозможно работать Честно скажу Поэтому я принял решение Закончить спортивную карьеру И после этого Разговора Про Иркутскую область Что просим Его отпустить Отпустить С этой должности Что я не боялся Этой работы И я не бежал С этого кресла Так говорят Некоторые И после этого Два письма было От Федерия Леонидовича И Александра Губернатора Чтобы приостановить Мою деятель в Иркутской области Как министра спорта И дать мне возможность Вернуться в спорт После этого Я вернулся в спорт И сделал ту работу Которую Я посчитал нужным И предоставил тот план подготовки Который сработал И сработал очень великолепно В этом году Вы также подали заявку На праймерис Правильно От партии Единая Россия Скоро Что там Вам предстоят дебаты Дебаты уже прошли Удачно? Я думаю Что Жители Братска Должны сами Дать оценку Моих дебатов Потому что Я Предложил Именно Через спорт Реализовать программы В нашем регионе И в нашей Иркутской области А предварительное Голосование Уже прошло? Нет Голосование будет 3 июня И после чего Будет праймерис И после праймериса Уже будут выборы В сентябре месяце В ЗАГСобрании В ЗАГСобрании Иркутской области А почему все-таки Решили пойти в политику? В политика и спорт Сейчас на сегодняшний день Политика в первую очередь Поэтому я хотел понять Что происходит Именно на политической Составляющей Приблизив К этому спорт Потому что На сегодняшний день Раньше было спорт А потом политика Или спорт И отдельно политика На сегодняшний день Сначала политика А потом спорт Я хочу пожелать Чтобы и В вашей федерации Было всегда Все чисто Прозрачно И чтобы Действительно Политики было бы Как можно меньше Пускай политика Будет в жизни В вашей Так же жизни Но вне спорта И чтобы спортсмены Занимались своим делом И так политики Предостаточно Но вам я хочу От себя пожелать Всего самого наилучшего В любых направлениях Которые будете Вы затрагивать В своей жизни И наверное Пожелать Удачи вашей федерации Тем спортсменам Которые находятся Под вашим Непосредственным руководством Спасибо огромное Александр Что пришли в нашу студию Очень приятно было Общаться И до новых встреч Удачи